ребята привет всем и так сейчас мы будем сравнивать между собой такие хорошие колонки по соотношению цена-качество джаму classic 8 вот один высокочастотник один средний частотник и два басовика и ну джама classic 8 это колонки точно не помню где-то наверное где-то наверное в любом случае 2000 на годов там но может это ранее 2010 2004 года вот а сравнить мы будем с колонками 1977 года дали 7 ну удали 7 выглядит так очень интересно вот такой вот с решеткой высокочастотник даже не знаю какой походу металлический мне кажется высокочастотник или алюминий или еще что-либо вот такой вот интересный оригинальный выпуклый средний частотник видите да и вот такой 10 дюймовый басовик причем смотрите это оригинальный еще подвес с 1988 года здесь легкий след есть но нет сам динамик целый и у нее тоже решетчатая середина чтобы не перегревалась ушел выход воздуха можно дать посмотрим вторую колонку и так это колонки дали 7 на самом деле очень шикарные колонки и на них скажем так получают от даже от аудиофилов наивысшие оценки вы насмотритесь вот как ткань убита корпус вот но конечно безусловно многое намного влияет том числе и усилитель с которого колонки играют вот но у нас сегодня играет харман кордон хк 3480 стерео ресивер вот теперь возвращаясь обратно колонкам значит получается так у джаму сопротивление 4 ома чувствительность 90 децибел удали чувствительность тоже 90 децибел но сопротивление 8 ом у хармона сопротивление не река не регулируем то есть чисто теоретически далее должны играть на хармоне при той же самой мощности что и при той же самой мощности что и джама должны играть где-то в полтора ну так грубо говоря в полтора раза тише так это или нет мы это услышим вот по значит по частотному диапазону джаму играет с 35 герц до 20 килогерц а далее играть с тех же самых 35 герц но до 25 килогерц вот но высота у них приблизительно одинаковая по мощности джама классика значит 150 ватт долговременная мощность 200 ватт кратковременная мощность удали этот параметр звучит по-другому рекомендуем мощность усилителя с 10 до 100 ватт на канал вот но я бы так оценил что приблизительно не по мощности где-то плюс-минус схожим скажем вот что касается еще кстати удали вот этого динамика это десятки басовика это звучит так супер long stroke то есть как бы но проще говоря длинноходный динамик свет длинноходный динамик фаз инверторы и у тех и у других находятся сзади что в общем то тоже их ставит в более менее одинаковые так сказать условия а по весу получается так джамму весит 16 килограмм дали весит 25 килограмм если говорить про ценовой класс то все таки дали будет в несколько раз дороже колонок джамму classic вот и тут вот как раз возникает так сказать вопрос а если смысл платить больше может быть джамму classic играет лучше вот или по крайней мере также да то есть смысл платить несколько раз больше может проще туда как говорится взять джамму classic для успокоиться вот мы это сейчас послушаем и сравним значит играть у нас будет mp3 с телефона со стерео-ресивера harman cardone и собственно что тут долго распространяться давайте будем слушать и сравнивать и делать свои выводы и так джама classic против старичка дали 7 1988 года мне вообще самому нравится как джамму так нравится и дали в общем-то эти другие мне нравятся колонки но безусловно когда я их скажем оцениваю я как сказать понимаю что скажем ценовой класс разный соответственно мое требование к той или иной аудиоаппаратуре она исходит из соответственно из ценового класса это аудиоаппаратура то есть я не буду требовать от пластмассовых колонок за 5 евро чтобы они играли как пятитысячные колонки то есть должны быть все-таки реальные скажем так требования к той или иной аудиоаппаратуре и так давайте включаем слушать мы будем разную музыку и и первым у нас будет играть сейчас посмотрим кто и так это дали и и и и и и и Теперь джамо. И так это джамо. Дали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джамо. Дали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, это Дали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА